МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, спасибо большое. Замечательное, головокружительное, невероятное зрелище. Артон, не попади, не попади. Я боялся, что тебя заденет огромная юбка. Жасмин, спасибо вам огромное. У нас нет сейчас живых зрителей, чтобы вам поаплодировали, но все-таки, я думаю, сейчас аплодирует огромная часть нашего города. Есть возможность вам сейчас отдышаться. Мы в стороночку сейчас уберем те аксессуары, которые вы принесли к нам сегодня. Посмотрите, вот юбка, которая в процессе номера упала. Жасмин, ну так надо было? Это элемент номера, я так понимаю. Ну, конечно. Элементов очень много. Можно работать с бубнами, потом с платками. Атон, ты вот... Одевается много юбок. Да, я держал рука. Ну, по крайней мере, я могу пока только вот две юбки. Слушайте, вот у меня голова закружилась, глядя на вас, и я так полагаю, это был всего лишь маленький фрагмент выступления. Сколько вам приходится кружиться вот в этом танце? Ну, номер иногда бывает от 11 минут до 15. 11 минут вращения. До 15, да. С вами в космос не связывался, потому что с таким вестибулярным аппаратом можно запросто в космос летать. Ну, говорят, что да, я внучка космонавта, да. Всегда говорят после каждого мероприятия. Ну, а если серьезно, вот как вы тренировали такую вот возможность так долго вращаться, вестибулярный аппарат свой приводили к такому статусу? Не кружится ли голова, хочется спросить, Антон. Нет, самые первые дни, конечно, были головокружения, не так-то все это просто. Поэтому сначала это было 30 секунд, и потом уже до получаса. Сначала была одна юбка, потом это было уже две юбки, потом уже добавлялись бубны, светодиоды, то есть начали уже утяжелять костюм. Да, вот мы чувствуем, что эта юбка очень тяжелая. Вот Антон сейчас попробует... Антон, да, вот так вот это работает, да, Антон? Хорошо. Тебе просто проще ее надеть. У тебя нет пиджака, и мне кажется, она тебе просто к лицу. Дело в том, что наш режиссер сказал нам в ухо, говорит, ребята, Антон, покружись. И вот... Что делать? Вот держи, если Антона два. Придерживай. Придерживай и кружись. Крепко. Крепко. Все, держу, держу, держу. Ну, давай, попробуй. Сейчас, подождите. Ух! Вы отойдите, а то мало ли. Мы отошли, давай. Я видел, что ты как-то так делаешь. Не прыгать. Не прыгать. Не надо прыгать. Вот. Отлично. Остановите меня. Давай, давай, давай. Какие ощущения, Антон? Рассказывай, не молчи. Так, стоп, стоп, подождите. Все, что ли? Я невероятно. Подождите, стоп. Да. Я уж думал расширить Жасмине штат. Подожди, я в другую сторону сейчас. И попробовать действительно выступать вдвоем с кем-то, допустим, с бородатым мальчиком в юбке. Но, видимо, не получится. Какое счастье, что я не позавтракал, Антон. Ты не представляешь для всех, для нас. Ну, почему же танец вообще считается мужским? Поэтому мужчине проще исполнять такой сложный номер. Если научиться, то почему бы и нет? Люди, которые отдыхали в Египте, видели это выступление, это вот именно там он зародился. Называется он Танура. Нам за эфиром подсказала Жасмина. Танура в переводе означает как юбка. Танец юбка. Танец юбка. Да, вот, ну, слушайте, ну, так как юбка здесь главный элемент. Вот все, что здесь светится, мы видим вот эти диодные лампочки, это все рукотворно ваших рук дело? Кто паял вам костюм? Или есть специальные люди, к которым вы обращались, целая команда собирала такой костюм? Ну, вообще, в нашем городе есть человек, который шьет очень оригинальный красивый костюм. Это Ирина Трояк. Светодиоды делали, конечно, ребята, которые занимаются именно... То есть каждая была ответственна за свое? Да, ну, вообще, вот этот костюм, именно вот эту сборку покупали в Египте. Я и серьезно хочу сказать, это невероятно тяжелый труд, так-так много кружится. И я вот покружился, получается, секунд 15, да даже меньше, наверное, мне прям не по себе. Жасмин, спасибо вам огромное за то, что этим утром нас порадовали. Антон попробовал на себе Тануру. Спасибо. И мы двигаемся дальше.